Дневной разворот Мы сошли для себя возможным Сделать эфир именно в записи А не в прямую Я представляю гостей нашей студии Роман Джапаридзе, заместитель директора группы компании Нефросовет Румет Добрый день Дмитрий Бузник, юридический консультант Группы компании Нефросовет Румет Последняя наша встреча состоялась В конце июня месяца Эта программа есть на сайте Hacker.ru В то время мы говорили с вами Это был день открытых дверей Высокие гости профессора приезжали сюда И в то время мы с вами встречаясь В этой студии говорили о том Что в сентябре месяце Откроется поликлиника В структуре многофункциональной клиники Напомню, речь идет о клинике Которая находится на пятом корпусе Областной больницы Города Кирова Должна была открыться на первом этаже Этого пятого корпуса поликлиника Которая предоставляла бы Кировчанам широкий спектр услуг Напомните, пожалуйста, какие услуги планировалось Оказываться поликлиникой Да, все верно Немножко из предыстории Для того, чтобы для наших слушателей Для вас обновить ту информацию Которая была здесь озвучена Почти два месяца назад Дело в том, что в пятнадцатом году Было подписано соглашение С Кировской областной клинической больницей Я вас должна прервать все-таки Роман, давайте Вы ответите на мой вопрос Какие услуги поликлиника должна была оказываться? Значит, наш многопрофильный центр Должен был оказывать услуги По эндокринологии Нефрологии Средищественной хирургии Это поликлиника, как правильно сказали То есть амбулаторно-поликлиническое звено И, в принципе, данный многопрофильный центр Он заточен под любую медицинскую деятельность Которая Кировская область Сочла бы нужным для себя То есть направления могли добавляться Направления могли добавляться Видоизменяться Так как, в принципе, да То есть те лицензионные требования Которым соответствует наш сегодняшний медицинский центр Они, в принципе, пригодны для оказания Любого профиля медицинской помощи Да, а что касается поликлиники конкретно Которую планировалось открыть уже в начале сентября Там какие должны были быть медики? Это обычная поликлиника С стандартным набором врачей и специалистов Которые должны были принимать посетителей То есть пациентов Бесплатно по полюсу ОМС То есть это абсолютно стандартный набор Однако мы говорим о тех телемедицинских технологиях Которые мы планировали применять на данном объекте И в целом, да, если все будет хорошо То действительно мы сможем это сделать За этот период, с конца июня Вот по нынешнее время Какие работы проводились в поликлинике? Ну, здесь мы все-таки говорим О всем медицинском центре То есть это трехэтажное здание Корпус Пятый корпус областной больницы Которую мы взяли в управление на 20 лет И по сути мы с 2015 года Ввели там капитальный ремонт всего корпуса И это были ремонтно-строительные работы По восстановлению данного объекта Потому что он был в аварийном состоянии Абсолютно непригодным для эксплуатации На сегодняшний день объект почти что готов К вводу в эксплуатацию За исключением двух помещений Которые областная больница Никак не может освободить Это помещения АТС И на сегодняшний день Ведутся переговоры по их освобождению все-таки Ну, смотрите К июня месяца уже Некоторые отделения функционировали Да, там в настоящий момент Оказываются услуги по гемодиализу По нефрологии Поэтому, в принципе, объект В части этого профиля Успешно функционирует Функционировал и функционирует Да, и будет функционировать И вот здесь вот мы как раз можем сделать Отступ к 2015 году Потому что именно с этими целями Тогда оказывать услуги в этой области Мы говорим о гемодиализе И была цель у правительства Кировской области Заключить договор государственного частного партнерства Чтобы оказывать эти услуги Здесь мы можем сослаться как раз На то, что говорила министра здравоохранения Ольга Голодец о государственном частном партнерстве В этой области О оказании услуг по гемодиализу Она и говорит, что здесь успешно Конкурирует негосударственный сектор с государственным И, в принципе, как раз задача Российской Федерации Развивать это партнерство И в большинстве регионов именно так и происходит Мы об этом в июне рассказывали Эта цель была поставлена в 2015 году И успешно реализовывалась в совместном партнерстве Компании Нефромет и правительства Кировской области Потом мы говорили о том, что была поставлена задача У Нефромета расширить свои услуги Нефросовет, простите Расширить свои услуги И в большом количестве своих отделений Напомните мне, 29 вы говорили У нас в 10 субъектах 30 медицинских центров В 10 субъектах 30 медицинских центров Которые все открылись после того, как в Кировской области Открылся ваш центр Вы здесь были первыми Функционируют в том числе и поликлиники И вы такую же поликлинику хотели открыть здесь Да, мы эту модель хотели Соответственно масштабировать на многие наши субъекты Продолжаем это сейчас делать И, в принципе, как вы правильно сказали На уровне правительства Вот такой тренд Передачи частному инвестору Частному бизнесу Медицинских услуг В том числе в части гемодиализа Он имеет место быть и развивается На уровне правительства Российской Федерации Да, да, да А в нашем же случае Здесь возникла небольшая проблема Почему, собственно, мы и говорим Про сегодняшний день Потому что мы обещали После сентября После 5 сентября Жителям области Открыться Обещали открыться Да, вообще Не только в части нефрологии Но и по другим профилям Однако на сегодняшний день Передо мной Держит исковое заявление Кировская областная клиническая больница Которая Подала на нас в суд С требованием Вернуть В Кировскую областную Клиническую больницу Данный объект Со всеми Неоделимыми улучшениями Данный объект Данный объект Мы имеем ввиду Не первый этаж Под который планировалась Поликлиника А полностью Весь пятый корпус Со всем ремонтом Который был произведен Оборудование Ну, про оборудование Здесь ничего не сказано Здесь вот я вам Дословно Зачитаю Это значит Обязать ООН ПОРУМЕД Это инвестор Который непосредственно Вкладывал денежные средства В капитальный ремонт Объекта Вернуть Кировской областной Клинической больнице Переданное Помещение Корпуса С учетом Проведенного Капитального ремонта Вот Забирайте Свои оборудования И съезжайте Ну, да Такой посыл Правильно? По сути, да Простите, пожалуйста А можно я все-таки уточню Вот я не понимаю Как так можно Вы вложили деньги То есть Они после того Как Ну, допустим Забирает корпус Они вам возвращают Каким-то образом Вот Те Траты ваши Понесенные Ну, в данном случае Здесь уже речь идет О встречном иске Который мы, естественно Планируем подать Потому что К сожалению К нашему Пойти на Какие-либо уступки Или мировое соглашение А также В принципе Совместно использовать Данный объект А мы это предлагали Сделать У нас сейчас Не получается Подождите Это просто Вот это очень некрасивая История, на мой взгляд Потому что приходит инвестор Вне зависимости от того Менялась власть В регионе Приходили новые люди На какой-то пост Или нет Мне кажется Что все равно Есть обязательства Которые Обе стороны Несут У нас тут тонкий момент Аня Во-первых У нас нет представителей Министерства здравоохранения И нет точки зрения Правительства Я думаю Мы сейчас прямо В эфире просим Мы в прошлый раз То же самое делали В июне месяце Мы прямо просим Правительство Прийти к нам И рассказать Почему они посчитали Необходимым Подать такой иск Потому что Мы должны знать Позицию обеих сторон С этим я согласна Я не спорю После нашего первого Предложения В июне К сожалению Не последовало Никакого отклика Вот мы второй раз Все-таки просим Потому что Безусловно и очевидно Что это очень важный момент Который касается жизни Очень многих Кировчан Света Но это касается И развития Кировской области В том числе Как сюда будут приходить Инвесторы Если нет никакой гарантии Не к министерству здравоохранения А к другому министерству Который занимается Инвестиционной привлекательностью Региона И развитие бизнеса Пожалуйста Все Приходите У нас здесь есть Четыре посадочных места Пожалуйста Расскажите Ну и мы такую Конечно Заявку еще дадим Сразу после выхода Этого эфира В правительство Так вот Значит Есть иск У вас действительно То что Аня сказала Сразу же Обозначила Время Когда иски пошли Это как раз Смена правительства В нашем регионе Которая произошла В прошлом году Старые договоренности Были забыты Новая позиция Просвучала В виде исков Отдайте нам Обратно помещение И уходите Из нашего региона Потому что Нужно Чтобы Государственные Учреждения В частности В данном случае Областная больница Сама Оказывала Эти услуги И сама Зарабатывала Эти деньги И между прочим Мы напомним Что последовал Закуп Оборудования Что касается Гемодиализа Областной больницей Насколько я помню 100 миллионов рублей Было потрачено На это оборудование Оборудование Было размещено В других корпусах В соседнем корпусе Создана По сути Альтернативная служба С тем же Набором Услуг Однако На все про все Было потрачено Как правильно сказали Порядка 100 миллионов рублей Для чего Зачем Непонятно Потому что В данный момент Это отделение Загрушено Не на полную мощность Там Порядка Может быть 30-35 пациентов А у вас? А у нас Около 200 В настоящий момент Проходят лечение И Естественно Кировская Областная клиническая больница Закупает оборудование Рассчитывала Что После того Как Наша компания Вынуждена Будет покинуть Кировскую область Они просто-напросто Перейдут к ним На лечение Вот Такая вот И до сих пор Рассчитывают И до сих пор Рассчитывают Мы пытались Выходить С предложениями Какого-то Мирного Регулирования Спора Да Вот я тоже не понимаю Почему нельзя договориться Полюбовно Мы сейчас Объясним Что происходит Но после короткого перерыва Возвращаемся в студию Государственно-частное Партнерство В сфере здравоохранения Тема нашего эфира Почему проект Реализованный на базе Областной больницы Находится под угрозой Под базой Мы понимаем Территориальное размещение Территориальное размещение Пятый корпус Областной больницы Где была открыта Многофункциональная клиника Компания Нефросовет Румет Проведен капитальный ремонт И вот уже Тут 5 сентября Должна была На первом этаже Открыться И многофункциональная Поликлиника А до этого времени Успешно Функционировало Отделение Гемодиализа Напомню Что оборудование О котором мы Рассказывали В июне Подразумевает Все новейшие Современные Технологии В обследовании И помощи пациенту В том числе И телемедицину Когда можно было бы Получать консультации Специалистов Со всей страны И даже Из-за рубежа А я напомню Что все эти услуги Как нам сказал Роман Джапаридзе Один из наших гостей Оказывались пациентом В рамках ОМС То есть для пациента Фактически это бесплатно Это не коммерческая медицина То что мы привыкли Понимать под платной клиникой Напомню Что помимо Романа Джапаридзе В нашей студии Еще и Дмитрий Бузник Юридический консультант Группы компании Нефросовета Румет Давайте-ка у Дмитрия Подключаем Давайте-ка у Дмитрия Спросим Вот эти требования Исковые заявления Которые правительство Направляет В сторону вашей компании Они Насколько Обоснованы Ну по нашему мнению Они совершенно не обоснованы Так как в них Речь идет о том Что компания Румет якобы Срывает какие-либо Сроки сдачи работ Но мы постоянно Напоминаем о том Что мы С февраля этого года Несколько раз просили Вывести их оборудование Речь идет о целом Комплексе АТС Телефонии Пожарной сигнализации Всего Не только корпуса А всей территории больницы Просто в этот корпус Так получилось Что были заведены Данные коммуникации Мы даже Нам просто пришлось В июне Даже приостановить Официально Работу С целью того Что мы выполнили Весь объем работ За исключением Нескольких помещений Ввиду того Что в данных помещениях Невозможно производить Ремонтные работы И значит их сдать Соответственно Они заняты Да Причем по вине Опять-таки Так называемый Заказчик А сдать вы должны были Да Дмитрий Скажите мне пожалуйста А вот вы говорите Мы несколько раз Предупреждали Просили Договаривались Чтобы вывезли У вас как-то Это документально зафиксировано Конечно Понятно У нас есть претензии Мы также много раз Обращались По поводу того Что многократно Не пропускали Нашу строительную технику То есть Мы все понимаем Что ремонтные работы Само собой Сопровождается тем Что нужно подвезти Стройматериалы Битонные мешалки И так далее И эти машины Несколько раз Не были пропущены Но мы с этим Как-то боролись Плюс мы Много раз Письменно Это все зафиксировано Много раз Просили о том Чтобы нам Увеличили электромощность Опять-таки Это оставалось Без внимания Мы писали даже Министерство здравоохранения Но опять-таки Это оставлено Без внимания То есть Мы В свою очередь Проводили ряд Комплексы Добросовестных мер Чтобы во-первых Успеть в сроке Не затягивать Этот процесс И чтобы работы Были сделаны качественно Но никакой поддержки Со стороны К сожалению Больницы Мы не получаем До сих пор Да Дмитрий Так основная претензия Сейчас в исковых заявлениях Какая? Вы знаете Ее как основной Нету Там все очень Как-то знаете Размыто написано Очень много И ничего Конкретного То есть По исковому заявлению Можно сказать Что они всем недовольны То есть Есть какие-то претензии Но эти претензии Которыми они недовольны Во-первых Не имеет места быть Это раз А второе Никаким образом Не является основанием Для расторжения договора Секундочку Все-таки Давайте мы проследим Вот эту историю С прошлого Год уже практически прошел То есть Сначала Претензия была такая Потом такая Потом заявление Забирайте оборудование Вот на каком основании И что сейчас Расскажите нам эту историю Давайте вернемся На год назад То есть С октября Прошлого года У нас усилились Надзорные проверки То есть ДАФ надзор К нам начал приходить чаще Министерство имущества Сторонадзор Соответственно Велись административные производства Через суды И так далее На каком основании На основании На основании Поведенных проверок И якобы Выявленных нарушений Если мы говорим О том О министерстве имущества Он якобы Эта организация Этот орган государственный Выявил Что Мы Нарушили Режим пользования Помещениями То есть Меду Помещения Передавались Скажем так Обременением Компании Нефросовет То есть Той компанией Которая уже По отдельному Своему договору Находилась В рамках данного Корпуса На первом этаже Так как Необходимо было Проводить Ремонтные работы На том же Первом этаже Компания Нефросовет Была вынуждена Переехать На второй этаж А можно А можно без вот этих Потому что Мы сейчас запутаемся Вот все-таки Сегодня пришли С октября В октябре Начались Активные проверки Почему они начались В октябре Вы срывали сроки Нет Никаких Срывов сроков Не было Именно Официальных претензий Вообще Мы никаких не получали Просто пришли с проверками Они имеют право Посмотреть Чем вы там занимаетесь И как вы осуществляете Действительно Так и было То есть В принципе Мы не против того Чтобы нас проверяли Проверяйте Кто хочет Как хочет И когда хочет Только Несмотря на Все вот эти Скажем так Давления Со стороны Надзорных органов Все суды Которые были Инициированы Ими Были нами выиграны Секундочку Секундочку Вот начались проверки Потом Начались суды В судах Какие были претензии Если мы говорим О судах О обыске Расторжения Он Пошли проверки И правительство Навременно пишет Мы хотим Расторгнуть договор На основании чего Больница Пишет В марте Мы получаем претензию На основании того Что якобы Пропущены сроки Уполнения Вот пошли проверки 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 И областная больница В марте Решила Что что-то ребята Задерживают сроки И качество у них Хромает Пошли в суд В суде Что произошло В апреле Они обратились в суд В мае У нас было первое заседание В суде Выяснилось Что оказывается Срок окончания работ Это все-таки 5 сентября Нынешнего года А не как мат месяц И что оказывается Те якобы Выявленные нарушения С нашей стороны Они устанавливались На момент Демонтажа Всех конструкций То есть они То есть проверки Когда приходили Они видят Что что-то Вы Что-то здесь Не доделано Не доделано А в этот момент Вы говорите Что у вас Происходил демонтаж Мы им и объясняли Что мы сейчас Как раз разбираем Для того Чтобы сделать ремонт То есть сроки Не закончены Это нормально Когда во время ремонта Что-то не сделано Они не поверили в это Призвали Свою экспертную организацию Та дала заключение На основании Вот этих вот Ноябрьских Нарушений В кавычках Они подали В апреле Иск То есть полгода Уже прошло К этому моменту Работы Наверное Прошли И завершились Мы в суде И говорим Коллеги Вы Основываете Свои исковые требования На Нарушениях Полугодовой давности Пожалуйста То есть Давайте Здраво подходить Вы Принимаете работы Заполняете Значит Оставляете Акзачи приемки Работы Дефектную ведомость Находите нарушения Мы их исправим И сдадим Объект В эксплуатацию Все Да Вопрос исчерпан Что решил суд? Судебные тяжбы Еще идут А на тот момент? Отложил судебное заседание Ну суд В принципе Формально Он не может ничего Предрешить Он напишет В решении Но на настоящий момент По просьбе Больницы У нас идут Постоянные Пока отражения Со своей стороны Мы это видим В том свете Что как раз Больнице Нечего сказать Нового У них ничего нет Суд хотя бы Запросил новую проверку Насчет вот этих Ну тут Здесь процессуально У него Нету достаточно Полномочий Чтобы что-то запрашивать Конкретно Либо у нас Либо у больницы Но дело в том Что просто Суд раздает Постоянно Один и тот же вопрос Говорит Мне Понятны ваши Ваши требования По первому Пункту Искового заявления О расторжении Я совершенно Не понимаю Ваши требования По второму А по второму пункту Там Так сформулировано Что Мы просим Привести в соответствие В связи с заключением Экспертной организации И идет перечень Якобы выявленных нарушений Но в этих Выявленных нарушениях Нету Конкретики То есть Непонятно Какую Стену Куда пододвинуть Какую балку Нужно заменить То есть Конкретики нет И суд просит Уточнить А истец Эстец Этого сделать Не может Ну и здесь Я важный момент Добавлю То что В любом случае Судья Он Может только Назначить судебную Экспертизу На данном этапе Обязать стороны Что-либо сделать А только через Назначение судебной Экспертизы А приобщить Результаты Проверки независимой Экспертизы Дело в том Что мы Да Мы действительно Сделали свою Экспертизу На их Экспертизу Которая подтвердила Восстановление Всех тех В кавычках Нарушений Которые были Выявлены в ноябре Мы считаем Этого достаточно Мы считаем То что После вывоза АТС Мы готовы сдать Объект По условиям Договора То есть Некого Обследования Промежуточного Экспертной Организации Договором Не предусмотрено Даже если они Сегодня К примеру Сегодня приходят И говорят Дайте нам провести Объект Обследования Договором Это не предусмотрено Пожалуйста Принимайте работы Составляйте Акт Сдачи Приемки И после этого Мы готовы Действительно Убедиться В том соответствии Субъекта Или нет Пока этого нет Итак Многофункциональная Поликлиника На первом этаже Пятого корпуса Областной больницы От компании Нефросовет Румет 5 сентября Не открылась Мы сейчас Выясняем ситуацию Почему так произошло И что будет дальше С государственно-частным Партнерством И вообще С этой клиникой В пятом корпусе Областной больницы Выясняется Что сейчас Идут проверки Что претензии Областной больницы Продолжают Формулироваться И отправляться В суд Судебные заседания Идут Итоговое требование Областной больницы Чтобы нефросовет Румет Покинуло Пятый корпус И Кировскую область Видимо тоже И Кировскую область Если Кировская область Областная больница Не может требовать Только правительство Может быть в этом Заинтересовано Позицию правительства Мы не знаем На данный момент Но мы постараемся Ее выяснить Но мы постараемся Ее выяснить И просим Правительство К нам прийти И рассказать Еще такой Важный момент Которым вы Правильно Коснулись Это дискредитация Вообще Принципов Государственно-частного Партнерства Не только в сфере Здравоохранения Но вообще Весь инвестиционный климат То есть Поступая таким образом С инвесторами С компанией Которая по сути Вложила почти Что там Или там Чуть меньше Чуть больше Я точную сумму Не знаю Около 300 миллионов Рублей В инвестиции Здравоохранения Для того Чтобы пациентам Жителям области Сделать Современным Высококачественный Медицинский центр Который бы Оказывал Бесплатно Для населения Области Медицинские услуги Вот Мы даже не знаем Как это назвать С какой стороны К этому подойти То есть Как вести себя Дальше Нам И в других Субъектах В том числе И другим инвесторам Заходя В Кировскую область Если Налицо Вот такое Недобросовестное Что ли Поведение Со стороны Контрагента Я думаю Что мы об этом Сейчас чуть-чуть Более подробно Поговорим Но после Небольшой рекламы Продолжается программа Дневной разворот Мы разбираем Тему Государственного Частного Партнерства В сфере Здравоохранения Говорим О поликлинике Группы Компании Нефросовет Румет Которая должна была Открыться На базе Областной больницы В пятом корпусе Областной больницы Включающий в себя Поликлиническое Деление В том числе Кстати говоря Я хочу понять С нашими гостями Романом Джапаридзе И Дмитрием Бузником Представителями Группы компании Нефросовет Румет Светлана Извини Да Роман Гемодиалиста Действует Сейчас Да Конечно Он действует Потому что В целом И проект Который Дал Старт К заключению Контракта Вот этот Долгосрочный Двадцатилетий Контракт С областной Больницы Это именно Гемодиализ Который Компания Нефросовет Начинала Оказывать Счет 2013 года На территории Кировской области И в целом Сейчас Данное отделение Функционирует Пациенты ходят Пациенты довольны То есть Никаких Попыток Даже перейти В альтернативное Гемодиализное отделение Наши пациенты Не делают Я пациентов понимаю Прекрасно Они привыкли К врачам Они привыкли К месту Извините Вот гемодиализ Это не кровь Они привыкли К качеству Услуг И оснащению Тот уровень Оснащения Который Предлагаем мы Он в разы Выше Чем альтернативное Отделение Которое создано На базе Областной больницы А с другой стороны Может быть Правительство В том году Когда заключалось С вами договор Действительно Не было денег На медицинские Услуги Такого уровня И тогда Искали интенсивно Вот такое ГЧП Инвестиции А сейчас Вероятно У правительства Появились Деньги Их Наверное Много Подождите В медицинской сфере Потому что Если смогли найти 100 миллионов На закуп оборудования В этом году Сейчас у нас Ремонтируются Поликлиники Видимо Денег Обливается В медицину Сейчас Кировской области Очень много И они хотят Просто Они говорят Ребята Ну вот Премена Изменились У нас есть Свои деньги Мы сейчас Сделаем Государственные Услуги На не худшем Уровне И Все Зачем ОМС Будет идти Платить вам Когда ОМС Может платить Нам А мы эти деньги Будем использовать Чтобы и дальше Развивать Государственные Болюсы А я тебе скажу Что конкуренция Это хорошая вещь Везде Вообще-то Кстати говоря И они говорили Что конкуренция Хорошее дело А нет Представитель правительства Это правда Что вы говорите Однако И тогда В этом случае Нужно посмотреть На другие профили Медицинской помощи Неужели В Кировской области Нет других Проблем И нет других Историй Для вливания Денежных средств Как гемодиализ Неужели Эндокринологические Больные Офтальмологическое Отделение И любое другое Отделение Кировской областной Клинической больницы Не требует Реновации Оснащения И вливания Денежных средств Неужели Только гемодиализ На отделение Вот Такое Востребованное В регионе Если Действительно Любая поликлиника В Кировской области Любое отделение Укомплектовано Самым новейшим Оборудованием И не требует Вливания Тогда да Тогда мы не против Здоровья конкуренции Создавайте Альтернативное отделение Но не выгоняйте нас Не выгоняйте Частный бизнес Потому что Если мы говорим О конкуренции Так она должна быть Получается Мы ее и создаем Я бы и не назвал Это тогда уже И партнерством В принципе И здесь тоже Стоит понимать Другую сторону Монеты Что если У вас появились Денежные средства На создание Альтернативы Вы должны прекрасно Понимать Выгоняя частный бизнес Что он уже вложил Сюда свои денежные средства И что наверное Как-то ему нужно Их возвращать Вот Это интересный вопрос И что? Ну А почему-то Больница Не в исковом заявлении Не в переговорах Об этом не говорит ни слова И об этом вообще не думает Она почему-то считает Что кто-то Не инвестировал Данные денежные средства Ну не знаю Подавил что ли Я подумал Ну поэтому у нас Резонно В судебном заседании Возникает Инициатива Подача встречного Иска Раз требования К нам О расторжении Контракта Тогда наше требование Встречное Возместить нам Наши инвестиции Которые мы вложили Справедливо? Ну очень справедливо Я считаю Ну кроме того Что инвестиции У вас же еще Упущенная прибыль Которую вы планировали На 20 лет Упущенные выгоды Да Ну об этом Наверное уже Ну это А что у нас Не действует Эта история Да На 20 лет Никто не думает Вперед Мы нацелены Действительно На партнерство И на работу Нежели на то Чтобы выяснять Сколько мы затратили И сколько нам нужно вернуть И мы Вот это Это сообщение В голову К сожалению Главному врачу Никак не можем Донести Что все таки Судом Конечно Мы там можем Что-то установить Но когда мы выходим На переговор К сожалению С той стороны Нет ни единого Предложения Как мы можем Вместе взаимодействовать А можно я все таки Вот уточню пока Роман Я прошу прощения У Романа и у Дмитрия А прецеденты в других регионах Были у вас Хоть где-то Вот у вас 10 регионов 30 центров У нас из 30 медицинских центров В 10 субъектах Если интересно Я назову эти субъекты Это Страмская Воронежская Ивановская Омская Тюменская Хантаматийская В том Республика Тыва Ленинградская область Ну соответственно Территориально разные Регионы страны Совершенно Нашу географию Ни в одном Субъекте Таких проблем У нас нет И Мы создаем Аналогичные центры По точно такой же схеме Однако все Больницы На территории которых Мы Создались И развиваемся Наоборот Приветствуют Такое партнерство Приветствуют Развитие Сферы здравоохранения Они Коим образом Не препятствуют Дальнейшему Сохранению Такого формата Отношений Вот у нас Забыл сказать Еще Один из методов Одной из претензий Стало У больницы Претензия К тому что мы Сделали якобы Место капремонта Реконструкцию То есть они Привели Министерство строительства Кировской области Которое оценило Наш капитальный ремонт Как реконструкция Соответственно Нарушение условий Контракта Потому что по контракту У нас капитальный ремонт Вот передо мной Лежит решение Рабитражного суда Кировской области По которому ОНПО Румет То есть инвестор Сейчас я могу даже Зачитать То есть вот То есть признать Незаконным И отменить Постановление Заместителя министра Министерства строительства В отношении Штрафа Который был вынесен Нам Нашей компанией То есть по сути Это решение Говорит о том Что это был Капитальный ремонт А не строительство И вот тут Каждый кирпичик В который они нас Кидают В своем исковом заведении Мы потихонечку Выбиваем То есть в принципе Это говорит о том Что мы действовали Добросовестно И продолжаем Так себя вести Вместо того Чтобы заниматься Развитием медицины Простите Вы занимаетесь тем Что им кирпички Выбиваете Отбиваем вот эти удары Каждый раз Это определенные Финансы Определенное Время Деньги И так далее Но мы Несмотря на все это До последнего Готовы рассмотреть Возможность Мирного урегулирования Спора Возможность Совместного использования Данного объекта Мы не говорим Что именно Компания Румет Нефросовет Или еще кто-то Будет и должна Хозяйствовать На территории Пятого корпуса Мы предлагали Рассмотреть Возможность Совместной Реализации Проектов На территории объекта Каким образом Например Предоставить Часть помещений В пользу Безвозмездной Больницы Той же самой И так далее То есть пожалуйста Пользуйтесь Нашими помещениями Ремонтом Но сохраните За нами Определенный Вид медицинской Помощи Которую мы уже Исторически Можно сказать Оказываем На территории Кировской области В ответ Тишина В ответ Иски В ответ Проверки Какие-то Обследования Какие-то Претензии И так далее Я думаю Что все равно Аня Вот понимаешь Правительство Это правительство Не областная больница Потому что Нет Мы понимаем Что областная больница На таком уровне И с такой темой Все равно Самостоятельно Не решает И все равно Вот невозможно У меня все равно Внутри конечно же Есть вопросы Я хочу услышать Почему это происходит Потому что Это же не просто так Не по чьему-то Злому умыслу Не по чьей-то Блажей Есть обоснования Мы понимаем Обоснования По крайней мере Те которые Озвучиваются Публично Это то что Государственная клиника Областная больница Тоже должна зарабатывать Медицинские На обслуживании Пациентов Ну вот условно Мы понимаем Что бесплатной медицины Как таковой нет То есть за медицину Платят ОМС Правильно Услуга гемодиализа Она в общем Достаточно Недешевая Так скажем Это я опять же говорю Не кровь из пальца Областная больница Хочет зарабатывать На этом сама У нас есть Медицинская организация Которая Поверив В свое время Обещанием правительства Области Пришла на территорию Кировской области Когда Кировская область Сама не могла себе позволить Не закупать Тогда у меня Не укладывается Все равно в голове Тогда у меня Все взрослые люди Все компетентные Надо договариваться как-то Да Если вот такая ситуация И так видит Министерство здравоохранения И профильный Заместитель Представитель правительства И сам председатель правительства Если они видят Развитие области В сфере здравоохранения По-другому Ну вот по-другому видят Ну не видят они Развитие ГЧП Понимаешь? Ну не складывается Ну а почему Невозможно за год Я понимаю Первую половину года Когда в общем Разбирались документации Когда разбирались В основах всего Когда заключалось Что заключалось Между прочим Насколько я помню Этот договор В свое время Подписывал Профильный зампред С вами Да Здесь конечно же Все эти Правоотношения Они не зациклены На областной больнице Уверена Что есть фундамент Абсолютно Понятный и четкий Но вот когда он есть И все эксперты Там Можно ведь действительно Сесть за стол переговоров Сказать Ребят Ну давайте Нет Но это ситуация Света Это ситуация Которая выглядит некрасиво Абсолютно так И я вам больше скажу Мы в других субъектах Организовываем Свой центр У нас есть конкурирующие компании Частные Государственные Да То есть мы Не то что мы монополисты В этой сфере И в других субъектах Мы мирно сосуществуем Мирно хозяйствуем В рамках этого тарифа Делим пациентов Да Если можно так сказать Хотя пациент сам выбирает Естественно Ну тем не менее Да То есть Ни у кого не возникает Ниши свои занимают Да Ни у кого не возникает вопрос Дай нам свое Отдай нам то Значит Что мы тебе когда-то дали А как же обязательства Как же инвестиционное соглашение Джентльменские Какие-то Договоренности И так далее Да Не говоря уже о том Что зафиксировано на бумаге Вот в этом вопрос Почему Скажем так Частный бизнес Который вложил Столько количества Времени Денег И который оказывает Действительно Высококачественную Медицинскую помощь Ни одной жалобы От наших пациентов В отношении Качества Казани Медицинских услуг Не поступало Более того Они не хотят Переходить никуда Хотят продолжать Лечиться На нашем оборудовании С нашими специалистами И так далее Вот в чем проблема Но это большие Репутационные риски Вот и все У нас остается Совсем немного времени Я все-таки хотела бы От наших гостей услышать Что будет дальше У нас даже нет времени Полминуты Полминуты Ну что ж Дальше Мы ждем Какого-то Может быть Решения Вопроса Мирным путем Мы всегда надеемся На то Что удастся договориться Чем-то раз Вызываете Призываете Да Призываем договориться Но если не получится Мы будем судиться Будем отстаивать Свои права И интересы Во благо Населения Кировской области Поликлиника Пока не откроется Пока Вот Домоклов мечом У нас висит Исковое заявление О расторжении контракта Естественно Мы просто не можем Взять на себя Такую ответственность Перед жителями Если мы ее откроем А потом контракт Будет расторгнут Дмитрий, как юрист Проспективы есть у вас Выиграть суды По этим Я думаю, да Хорошо Мы будем следить За ситуацией Благодарим наших гостей Романа Джапаридзе Заместителя директора Группы компании Нефросовет Румет И Дмитрия Бузника Юридического консультанта Этой компании Спасибо вам за эфир Анна Лапшина Светлана Занякова Не прощаемся Вернемся через 20 минут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok